Специальная деревня для великих лохов. Конечно. Она так и называется, мол. Чувство юмора Юрию Карамзину не занимать. В село с названием, схожим со словом, обозначающим человека, ставшего жертвой мошенников, он перебрался из Испании в 2012 году. Эту историю о нем рассказали уже все местные и федеральные СМИ. Карамзин – звезда экрана и создатель сада неправильных скульптур. Я говорю, Мишаня, мало того, что ты еврей, ты еще экономист, это чересчур. И я решил на нем тоже сэкономить ничего лишнего, Миша. А были туристы израиля, один израильчанин, он русскоговорящий. Он посмотрел, посмотрел, говорит, нет, ребят, нам, конечно, обрезают. Ну, не до такой степени. К концу недели он уже теряет голос, рассказывая истории про свои скульптуры туристам. Все это обложка, а лучше этикетка к его главному делу. Он – предприниматель. В хозяйстве 8 коз из молока делается сыр по испанскому рецепту. Сад скульптур нужен для приманки туристов к воротам сыроварни. Иначе весь поток ездил бы мимо. Этот сыр вообще такой, как бы, уникальный. Это мы жили в Испании, у меня сноха была испанка. Ее дети-прадед сделали козиши. Получается, что кроме 8-ми коз Юрия Карамзина в селе Скотины практически не осталось. Он хоть и не коренной житель, но один из немногих, кто оседлал турпоток, как прибавку к пенсии. Остальные не видят золотой жилы. Ну, правильно, зачем нам? Сидели они и сидели на лавочках. А сейчас пыль, машины, шум. Они не понимают, что вот эта дорога, которая пылить, это золотое дно для них. Ты посмотри, вот трассы на любую, Москва, там эти вот ням-ням, кускус. Люди как цепляются за каждый кулачок. Здесь ездят люди через каждые 15 минут машина за машиной, суббота, воскресенье. Елки-палки, да приду, вон у тебя есть огород. Насажай, я не знаю, какой это ягода, не знаю, что. Сделай морс, возьми, поставь коктейльный какой-то грибат, вытащи картошку. Первые такие печень. Магазин как раз на пути к Юрию Карамзину и другим достопримечательностям села. Рядом остановка. Маршрутку здесь можно увидеть всего раз в неделю, по пятницам. Она едет через Лох до Новых Бурас. На прилавках магазина весьма хороший ассортимент. Весь товар, как в Саратове. Но покупатели здесь только местные жители. Туристы заходят редко. То, что сейчас большой, вот такой наплыв, все-таки людей сюда, популярное очень место. Как-то лучше стало вот здесь вот? Или наоборот. Или наоборот. Оно никак вообще нас не касается. Мы, для нас это не для нас. Ну как, ну магазин вот, да. Нет, я имею в виду жителей. Да, нам это никак. Это никак нас не касается. Ну, ну... А дороги делают, вот, как вы скажете, качество дорог? Вы ездили куда? Слезите. Дорога, щебенка. Песок, щебенка. Все. Асфальта там нет. Вот она. Асфальт вот только. Да, в прошлом году вот здесь сделали. Водяная мельница 1851 года постройки. Фраза из рассказа экскурсовода Татьяны Гороховой. И одновременно центр притяжения в это место. Куда и ведет дорога из щебня и песка. Помимо роскошного антуража и исторического объекта, здесь можно найти изделия ручной работы. Но вовлечены в производство всего несколько местных жителей. Прежде чем закрутилось колесо мельницы, прошло несколько лет противоборства между экскурсоводами и местными жителями. Как говорит Татьяна Горохова, только последние два года они работают спокойно. Смотрите, тут такой момент, что изначально, когда, допустим, я только начинала работать, это было пять лет назад, да, местные жители были на самом деле возмущены, потому что, когда ехали к мельнице, могли заметить, что дорога пыльная. И местные жители, которые около дороги живут, их возмущало то, что бесконечно люди едут и едут и едут. Это возмущение было изначально. Виктор Козлов живет здесь восьмой год. Переехал из Сибири. Теперь у него дом и огород. И за забором наблюдает за вереницами туристических автобусов. Туризм, туризм. А какой туризм? Туризм, по идее, должен начинаться с дорог, с чего-то, с каких-то построек. Я, запустим, этого не вижу. Я к туризму отношения не имею, но я вижу, что вот вереницы эту ждут, пыль, и дорогу последнюю добивают. Вот и все. Деревня, в общем-то, и сегодня, завтра ее и не будет. Как многих других. Вы же вот едете, видите. Вот сейчас, если разобраться, в принципе, 50% деревень уже нет. Это как минимум. Вот возьмем эту деревню. Вас интересует конкретно эта деревня. И вы, вот видите, продаю, продаю, продаю по деревне. Сколько пустых уже доно. Деревня вымирает. Да, пейзаж на улицах села в чем-то схож со многими другими в Саратовской области. Прохожих на улице за несколько часов пребывания съемочной группы так и не встречено. Множество пустых домов зияют черными окнами. А те, что обжиты, зачастую являются летними дачами. Здание детского сада по габаритам напоминает типовой городской. Но посещает его всего 12 человек. Сразу за ним находится сельская школа с деревянной щукой в кустах. Здесь учатся 40 человек. Напротив фельдшерско-акушерский пункт. Но в нем не могут помочь ни туристам, ни местным жителям. Врач в отпуске, дверь на замке. Аптеки нет в принципе. Основанная в 1698 году с населением в 2000 человек сейчас измельчала до 400 с небольшим. Так говорит Татьяна Лисцова. Она хозяйка гостевого дома. Ого! Небольшой недочет, да? Небольшой недочет, да. Теперь будем иметь в виду. Вот так вот на крыльце я чуть не упал у вас немножко. Ну это такие временные недочеты. Я думаю, мы его успеем ликвидировать. Приезду следующих гостей. Ну что ж, добро пожаловать в мой гостевой дом, который называется дом у мельницы. Ну вот это здесь такая небольшая кухня. Холодильник. Жаджевая плита. Гостевой дом на 5-7 человек появился только в этом году. До этого она сдавала часть своего собственного жилища в селе. Но этого хватило, чтобы заняться ремонтом в здании. Цены вполне демократичны. Как следствие, гостей хватает. То есть фактически здесь всего один гостевой дом. А уезжает много отсюда? На большую землю, как сейчас принято говорить. Да, я хочу сказать однозначно, что молодежь здесь не остается. Татьяна Алексеевна еще ведет английский в местной школе и водит экскурсии в Кудеярову пещеру. Дорога к ней идет через нетронутый лес вдоль реки Соколка и упирается в крутой подъем к месту любителей всего таинственного. Говорят, когда сюда приезжает школьная экскурсия, то преподаватели отказываются отпускать детей наверх без сопровождения взрослых. Причина проста. Если что-то случится во время такого крутого подъема, никто просто не хочет брать на себя ответственность. Из элементов благоустройства тут только табличка с пометой ООПТ. Особо охраняемая природная территория. Но к объекту это никак не относится. Наверное, будет честнее сказать, он никак не благоустроен. И поэтому, конечно же, для многих людей они испытывают огромные затруднения, когда взбираются туда наверх, но и еще больше их начинает страшить та мысль, что им придется испуститься. С 2016 года здесь активно развивается волонтерское движение. Идет восстановление церкви Архангела Михаила. Деньги выделяют как саратовские бизнесмены, так и корпорации федерального уровня. В том числе был выделен и президентский грант в размере полмиллиона рублей. Мария Кислина приезжает сюда из Энгельса помогать отцу на экскурсиях. Сейчас он рассказывает для людей из Ханты-Мансийска и Перми. Они тоже заняты сельским туризмом у себя на родине. Сейчас происходит обмен опытом. Нет еще очень много работы и большой зазор и много возможностей для того, чтобы жители вовлекались в дело развития туризма, чтобы бизнес приходил и тоже в этом участвовал. Вот, конечно, и поддержка администрации и властей тоже очень нужна. Есть такие вопросы, которые не решаются только жителям. Например, вопрос дороги, инфраструктурные вопросы. И очень важно, чтобы поддержка была. Иначе у туристов остается двоякое впечатление от поездки сюда. Все в восторге от достопримечательностей, но само село и его жители ассоциируют с надписью на табличке «При въезде».